Начнём нашу научную программу с выступления Владимира Фёдоровича Семиглазова. Первая лекция, которая будет называться «Современные рекомендации в диагностике и лечении рака молочной железы». Так, хорошо. Ну, конечно, всё, что касается рака молочной железы, самая частая опухоль у женщин и в России, в Европе, в Северной Америке, а теперь уже и в развивающихся странах, конечно, проблемы рассматриваются со всех позиций хирургических, химиотерапевтических, касается клиники, экспериментальных и так дальше. Ну вот в нашем названии доклада говорится о диагностике в том числе. Надо сказать, что главным центром, который разрабатывает диагностику и в особенности лечения, является конференция «Сангален», которая собирается раз в два года, и последняя конференция была в марте 2017 года. Было несколько докладов, посвященных диагностике, но мы здесь специально сейчас не будем рассматривать, поскольку это имеет смысл, когда в этой стране, в данной стране, в России, проводится программа скрининга. Ну, знаете, скрининг – это маммография, обследование каждой женщины 50 лет и старше каждые два года. Мы имеем много публикаций в России о том, что там в Москве у нас проводится скрининг, но нет общих, так сказать, сведений и результатов этого скрининга. Если выполняется общенациональный скрининг, тогда это должно проявляться быстрым снижением запущенных форм заболевания и снижением смертности. Ну, пока вот такого отчетливого, такой тенденции не наблюдается. И, в общем-то, мы имеем определенное снижение смертности, по данным института имени Герцена, который исследовал все регионы позапрошлом году. Но, судя по всему, это больше связано с системным лечением, в меньшей степени пока с успехами диагностики. Значит, получается, что если не выполняется программа скрининга, то диагностика сводится к оценке стадии заболевания и планированию лечения накладного. И, значит, сама по себе диагностика, она не решает эти проблемы, потому что скрининг выявляет опухоли, которые пациент сам не определяет. Неопределяемо. Тогда это имеет смысл. Если сама женщина выявляет опухоль, это уже проблема, так сказать, дальше. Оценка стадии заболевания. И это мало сказывается на прогнозе. Плохо переводится. Да, так вот, значит, сам Галин и эта конференция. Поэтому и в окончательном документе почти не упоминает вот эти вопросы. Ни скрининга, ни диагностика. Понимаешь, что, допустим, в Северной Америке и в Европейском Союзе уже проводится скрининг. И такая-то диагностика. А в России начинаются вот эти программы. И очень активная диагностика с использованием всех методов, включая радиологические методы, маммография, МРТ, сети и так дальше. И в большинстве стран, где сейчас растет заболеваемость, никакого скрининга и современной диагностики не проводится. Раньше Сангайн почти не рассматривал вопросы местного лечения, хотя лечение рака молочной железы, особенность, если есть скрининг, хирургический метод является до сих пор основным. Он даже является основным и при распространенных опухолях, как этап лечения. Но здесь, как бы, Сангайн в основном рассматривает эту позицию с точки зрения органов, сохраняющих операции. Почему? Потому что 90% операций, допустим, в Европейском Союзе, я имею в виду Европейский Союз, старые страны, то есть это Франция, Германия, Голландия и так далее. Они вновь включенные страны, они пока еще не проводят нормального скрининга. Так вот, там 90% операций – это органы, сохраняющие операции. И это не просто там выполнение секторальной резекции, а имеется в виду определенное положение. Что такое органы, сохраняющие операции? Это маленькая операция, это биопсия сигнальных лимфоузлов, это обычно категория 0, это лучевая терапия после операции, или крупнофракционная, или ускоренная, или там бюстерапия, и системное лечение. Вот четыре составляющие, которые и обеспечивают успех лечения, потому что упущение одного из этих составляющих может привести к рецидиву заболевания, или местному, в первую очередь, или развитию отдаленных метастазов. И вот в этом смысле очень, как бы, даже как-то было необычно, несколько сессий были посвящены оценке хирургических краев. Вот это вот снимок, Анна Сергеевна, значит, от нас это представила. Вот размеры, которые обычно, значит, размеры от края опухоли до края препарата, вот здесь, допустим, 3 мм, а может быть, больше. А по, как бы, требованию или подходу Сангалена, это, кстати, экспертов Сангалена, считается, что отсутствие инвазивных окрашенных опухи и клеток, то есть расстояние меньше 1 мм, является достаточным, чтобы избежать рецидив заболевания. И поэтому нет, как бы, необходимости, как это было раньше, эскалации, то есть повторной реэксизии, если, значит, вот, скажем, размер края меньше 1 мм, или даже 1 мм, и нет окрашенных инвазивных клеток края. Но для нас это так звучит, как-то мы, как бы, расцениваем это, что вот, угроза рецидива и так дальше. Оказывается, что большей угрозой рецидива заболевания является, допустим, обнаружение внутрепотокового компонента, который часто расценивают, как, значит, рак молочный инвазивный и кальцинома инситудуктальный. На самом деле это, значит, вот это наличие компонентов на 30% увеличивает риск местного рецидива заболевания. Поэтому, как бы, в таких ситуациях не следует переходить на повторную операцию, тем более на мастоктомию, если вот такой размер краевопухоли. И кажется парадоксальным, что при дуктальной карциноме инситу эксперты требуют больший размер, 2 мм. При инвазивной, значит, отсутствии инвазивных опухолевых клеток, а вот при раке инситу, который мы считаем, это совершенно заболеванием безопасным, больше, почему? Потому что, как раз-таки, значит, экспертная группа основывалась на анализе свыше 500 проведенных исследований и отдаленных последствий рак инситу. Значит, дело в том, что, допустим, в России выявляется рак инситу, дуктальный, примерно у 3% больных. В Северной Америке у 30%, 25%. Значит, там это поток пациентов рака инситу, именно дуктальная форма. И вот анализ вот этих вот всех исследований, в том числе рандомизированных, показал, что для дуктальной карциномы инситу край должен быть чуть больше. Но могут быть, конечно, исключения, но вот, особенно, когда, допустим, новозивный рак сопровождается интродуктальной гиперплазией, который тоже принимает за рак инситу. Значит, здесь есть смысл подстраховаться и отступить не менее чем на 2 мм. Но, как бы, вот эксперты не поддерживают расширение более широких краев. Почему? Потому что постоянно идет, как бы, спор между, скажем, морфологами чисточными и очень частым таким вот последним направлением выполнения реконструктивных операций по типу редукционной пластики, где легко можно отступить и на сантиметр, и на полтора, даже на 15 мм. Без потери, как бы, потому что все равно уменьшается объем молочной железы с обеих сторон, симметрично, поэтому о чем говорить там о отсутствии инвазивных клеток или там 2 мм, когда спокойно отступается на 10 и больше сантиметров при этом. Значит, почему они, в общем, как бы, стойко держатся именно за эти критерии? Потому что, во-первых, очень много пациентов вот в этих же странах, ну и теперь нарастают в России, молодого возраста, 30 лет, и поскольку там женщины поздно наступает брак, и часто роды и последующие лактации наступают после 30 лет, то сохранение, по возможности, нормальной ткани путем вот таких вот, это имеет значение. Ну и кроме того, очень часто опухоли могут быть мультицентричными, мультифокальными, значит, в одном квадранте, два узла или точнее в разных квадрантах. Раньше это было абсолютным показанием для выполнения масштоктомии. Сейчас большинство экспертов предсказывают в пользу того, что каждый очаг, соблюдая вот эти принципы, может быть удален, и объем малочной железы уменьшается, но на такой же объем уменьшается и противоположная малочная железа. Ну там обычно фибродоматоза и даже здоровая ткань. Значит, все имеет значение. То есть это проявление качества лечения. Но еще очень, кажется, очень важным, это хирургия после неодевантового лечения. Все больше и больше уделенный вес пациентов занимает неодевантная или химиотерапия, или там гормонотерапия, или таргетная терапия. Причем это раньше касалось только запущенных вместо распространенных опухолей. А сейчас неодевантовое лечение проводится в принципе при операбельных опухолях категории Т2, Т2, или Т1, Н1 и так дальше. То есть при тех опухолях, когда в общем-то большинстве остатина раньше выполнялась сразу мастертомия, там, ПП, Тихолстобия и так дальше. Сейчас переход к большему выполнению предоперационного системного лечения с целью перевести во-первых, опухоль из мастектомии в органно-сохраняющую хирургию, во-вторых, посмотреть в принципе чувствительность к избранному лечению системного, чувствительность вообще пациентка того, в какой степени. И в-третьих, получить какие-то биологические там характеристики опухоли, как она вообще меняется, вот там, меняются ли экспрессии каких-то генов, эстроген, и так дальше. Это окно, которое позволяет много оценить, много соображений перехода. Так вот, и в случае выполнения неодиантов лечения тоже те же подходы к краю препарата, но, конечно, имеется исключение. Что делать? Опухоль уменьшился, не исчезла полностью, уменьшилась. Она была категорией Т3, стала Т1, то есть первая стадия, даунстейджинг, как они говорят. Значит, есть две ситуации, когда действительно вот как в центре показано, да, опухоль уменьшилась вот от такого размера, и, значит, она стала категорией Т1, и тогда можно выполнить органов в коняющей операции, или она уменьшилась клинически и получив методом, но остается таки вот несколько гнезд. Это был цельный узел, но все-таки это отдельная, значит, тогда в первом случае подход тот же самый, а во втором объем операции как бы определяется исходным размером обхода, то есть не суживается, хотя вот клинициз ощущает, что почти там ничего не осталось, но вот в этой ситуации, конечно, рискованно выполнить очень маленькую операцию, поэтому приходится там выполнять или редукционную пластику, квадранты и так дальше. Ну, что и делается, допустим, у нас. Вот, и еще более спорный вопрос, это биопсия сигнальных лимфоузлов, вот мы говорили при выполнении там орбинах сохраняющих операций ранней стадии, а вот после него делаем это лечение. это специально программа нашего института, вот, в других центрах, я не знаю, проводится такое исследование. Одна ситуация, когда исходно опухоль, значит, уже как бы оценена как категория Т3, там, Н0, там, Т2, Н0, когда не было метастазов, и подходы тоже самые, исходно не поражены региональные лимфоузлы, а когда исходно есть метастазы, а потом они исчезли, вот, надо ли делать полную экселлярную десекцию. Значит, здесь несколько, так сказать, направлений, и пока очень осторожно сам Галин высказывается в пользу, в том смысле, что должно быть исследовано не один-два сигнальных лимфоузла, а три непораженных лимфоузла, и тогда можно потом ограничиваться, допустим, лучевой терапии экселлярной зоны. Пока в рамках исследования, вот, выполнив эти все этапы, в нашем случае, в любом случае, выполняется акселлярная десекция полная, чтобы нам получить подтверждение, что это действительно исчезли, бывшие метастазы, исчезли в процессе неодевантового лечения. Еще более сложный вопрос, это вопрос лучевой терапии. Ну, с одной стороны, мы уже говорили, что она необходима во всех случаях, когда выполняются органы, сохраняющие операции, это не вопрос, но какая лучевая терапия, здесь два взгляда, один из них, который у нас тут в Петербурге расценивается, это интероперационная лучевая терапия, когда во время операции, после удаления опухоли, используется интероперационный интерабил, 30, так сказать, минуты, все, выполнено. но проверка вот этого метода, казалось бы, не полтора месяца, всего там несколько минут, она вот на протяжении там четырех лет не подтверждает безопасность этого метода, как самостоятельно метода. Многие центры, в том числе наш институт, перешел на крупнофракционную лучевую терапию, то есть не полтора месяца, а 15 сеансов, и в случае, когда есть риск инцидива, проводится не интероперационный лучевая терапия, у нас просто нет аппарата, дело даже не в этом. А дело в том, что если мы проводим брахиотерапию, то есть послеоперационную, то мы уже знаем все патоморфологические свойства препарата, насколько там, какой край, были ли там весь вот этот компонент, внутри потока компонент, и так далее. И не были ли какие-то фасции, там изменения и так дальше. Или кожи, в куперовых связках. Вот в этом случае здесь более как бы обдуманная и обоснованная лучевая терапия. Она более надежна. Ну, как бы время покажет, это сейчас все продолжается исследование и у нас, и в европейских многих странах. И значит немножко другая ситуация, больше даже споров о лучевой терапии после мастоктомии. У нас мастоктомия значит большее распространение процесса. Раньше считалось, что лучевые терапии следует проводить, если опухоль там больше 5 сантиметров была, или есть регионарные метастазы. В любом случае значит полная радикальная программа, грудная стенка, подмышечная и прочее. Сейчас, когда часто выполняется реконструкция пластика, лучевые терапевты настаивают, и вот это было принято в Сангалине, что всякая пластика должна проводиться после завершения лучевой терапии. Хотя для пластики это тяжелее, сложнее, но зато надежнее и безопаснее для пациента. С другой стороны, значит, ряд исследований рандомизированных там тысячи пациентов показали, что если у пациента выявляется 1,3 метастаза, вот здесь пишется N, 1,3, это не значит категория N3, а3 димфузла пораженные метастазом, то вообще не следует проводить лучевые терапию на подмышечную зону, поскольку все равно выполняется полная эксидиальная диссерция. А уже после завершения Санган-конференции выявилась группа датских исследований еще от нескольких стран, которые показывают, что если взять обзор Оксфорда, университета, который берет и оценивает все исследования лучевой терапии, то все-таки даже при одном-трех метастазах результаты лучше, если проводилась лучевая терапия. Но поскольку Санган-конференция уже принял такое решение, то она предложила вот этой группе лучевых терапевтов написать статью в цунале аналога онкологии, где и опубликованы вот эта декларация Санган-конференции, ну и, так сказать, потом посмотрим и обсудим. То есть это вопрос такой, как бы, ясно, что сейчас обличается явная тенденция к уменьшению объема лучевой терапии и более, так сказать, направленное избирательное проведение лучевой терапии. Ну, конечно, главная задача Сангана это системное лечение. Вот здесь представлены классификации, сегодня это будет еще официально обсуждаться по типу там, раньше это начиналось там с люминальных опухолей, благоприятных, а сейчас с худших. Первый, значит, трижды негативный, значит, относительно просто, но уже оговаривается в классификации, что лучше бы, если бы была геномная оценка и хотя бы выделен бы четко базально подобный. Уже это официально заявлено. Дальше, ну, гормон рецептор позитивный и, так сказать, коэкспрессия еще два позитивные. Вот, хорошо, ну, значит, понятные признаки, но желательно было бы выделить вот группу истинной и действительно чувствительной таргетной терапии так называемой Р2 обогащенной Энрич. Энрич. Ну, нужна геномная оценка. Здесь так вот обычными методами, ну, там, понятно, это больно обычно без экспрессии рецепторов стероидных гормонов, там, большая вероятность, но недостаточно, чтобы выделить эту подгруппу. Ну, сегодня это будет обсуждаться отдельно. Вот, и дальше идет уже группа люминальных опухолей, которая составляет там 70% среди больных, но очень разные по прогнозу и по течению и чувствительности к лечению. Ну, люминальная, понятно, это больные с высокой экспрессией рецепторов стероидных гормонов, первой степени, злокачественности, низкой пролиферации и так дальше. Они, в общем, так благоприятны. А вот дальше, то, что раньше не выделялось, неклассифицируемые люминальные, значит, такие вот промежуточные значения на экспрессии рецептов стероидных гормонов, промежуточные, там, вторая степень, степень злокачественности, непонятно, K67, тем более, нет стандарта для K67. Вот здесь не просто выделить эту группу, но потом, как этих пациентов лечить, с чего начинать, если даже на этом уровне нельзя четко определить. Ну, и, наконец, люминальный бета, низкая экспрессия рецептов стероидных гормонов, там, высокая степень злокачественности, K67, по тем стандартам, которые приняты в данной лаборатории. Это очень как бы усложняет классификацию, потому что в каждой лаборатории свои подходы. Вот люминальные опухоли, вот здесь мы видим, их вот так большинство, но интересно, что вот по данным нашего канцеррегистра Руслан Малекович сидит, что вот если брать 20-летний результат, 10-летний результат лечения, то среди погибающих от заболевания как раз в основном люминальные опухоли, то есть люминальные опухоли, они благоприятны, там первые 5-10 лет, а дальше это все как бы сыплется и получается, ну это понятно, потому что их вообще больше, но и среди погибающих больше, их нельзя назвать метастазов. Так вот, как лечить этих пациентов люминальными опухолями? Вот преминопауза, самая такая сложная группа молодых женщин, преминопауза. Если на считании сейчас неясного клинического риска, это может быть категория Н0, а может быть уже наличие региональных метастазов. Вот преминопауза. Целесообразная уже авариальная супрессия, то есть при назначении гормонной терапии, тамоксифи, андиингибиторы, но нужна авариальная супрессия. Больше того, в отдельных случаях, особенно женщин моложе 35 лет, желательно лечение начиная с химиотерапии, а потом уже переходить на длительную гормонной терапии. Ну и в группах высокого клинического риска категории Н+, то есть наличие региональных метастазов, даже при лиминальных опухолях, сначала значит химиотерапия, а затем изолодекс, то есть подавление авариальной функции и гормонной терапии, ну здесь написано экзаменстан, аромазин, в принципе ингибитор ароматазы. Фосменопаузе, как вот мы дальше покажем, конечно, уже при таком промежуточном риске, конечно, ингибитор ароматазы, вот, и дальше уже речь идет о том, как долго проводить такую терапию, и уже в них, если есть одиночные метастазы, лечение начинается с химиотерапии, а потом не менее пяти лет ингибиторы, вот, ну если это высокий риск, то это само собой разумеется, есть ингибитор ароматазы, и здесь возможно, так сказать, уже эскалация, то есть более длительное лечение, и применение обязательно без фосфонатов, даже при отсутствии там, метастазов в кости, значит, это применение обеспечивает снижение вероятности остеопороза, и снижение, как ни странно, отдаленного метастазирования, но иногда это может быть, динозума вместо обычной изометы, и вот, может быть, это упрощает вот эта классификация, подход к аварийной супрессии, почему, потому что аварийная супрессия так эффективный метод, но, вы представляете, женщина 35 лет, которая переходит в возрастную категорию 60 лет и больше благодаря это воздействие, то есть подавление, это целый ряд признаков, характерных для пожилого возраста, ну, помимо остеопороза и других признаков, депрессии и так дальше, это мышечная боль, это другое качество жизни, поэтому надо четко определить, кому вообще действительно следует выполнять это воздействие или воздержаться. Вот, эти признаки молодые женщины, значит, примерно менопаузальный уровень остается эстрогенов после химиотерапии, значит, метастаза в четырех лимфоузлах, третья степень злокальности, онкотапи, если выполняется в данном центре или вам опулинт. Вот, только у этих женщин оправдана авариальная ступс-супрессия. Вот так-то было голосование. Ну, практически большинство поддержали вот это направление. Ну, и вот вопрос для голосования. Вот, как бы говорилось, вот на томоксетен это, значит, можно вообще применять, для всех, постменопаузу, или ингибитор ароматаза всегда. Вот 80% поддерживают, что можно применять тамоксены постменопаузы, если нет высокого риска. А вот голосование, значит, ну, вот здесь как бы те признаки, которые, значит, и которые, значит, в пользу назначения именно ингибитор ароматаза. Странно, что больше половины экспертов поддержало, что всем надо. Это противоречит предыдущим вопросам. Там 80% считают, что можно применять безотносительно, вот здесь 52% пользуют ингибитор. Но это вот разное, как бы, когда добавилось число экспертов из новых, так сказать, развивались в страны, совершенно изменилось голосование. Вот, теперь вопрос о длительности адеванта гормоноперапии. Как знаете, точка, закончился большой проект Атлас с участием России, нашего института, вот Нина Юнобарыш и она отвечала наш институт. У нас 200 пациентов вошло в этот проект. Значит, этот проект доказал, что длительное применение тамоксифена, особенно у женщин высокого веска, при менопаузе, конечно, оно повышает выживаемость. И вот 86% экспертов поддержали именно такое длительное, 10-летие лечение. А у нас там 2-3 года уже, вот, надо отменять там уже осложнение, там, и все прочее. Конечно, надо смотреть, чтобы не было осложнений, для того, там, и выполняются исследования и так дальше. Но, самое главное, что такое относительно мягкое лечение при невысоком риске рака, эндометрии и других осложнений снижает вероятность гибели от заболевания. Ну, и вообще, так сказать, даже и, если речь идет об ингибиторах ароматаза, то есть постменопаузе, даже и там как бы начинает рассматриваться вопрос о более длительном, чем 5 лет применения ингибиторов. Особенно, если это была группа, когда 2 года получали там эксфен, там 3 года ингибитор, или наоборот, 3 года там эксфен, 2 года ингибитор, то может быть еще 5 лет назначить ингибиторы, чтобы, особенно у женщин высокого риска, чтобы снизить последующий риск наполевания. Вот теперь вопрос, снова мы возвращаемся к гормонозависимому опухолю. Кому из пациентов отечественных практически первой стадии заболевания следует проводить или там не следует проводить химиотерапию, отказаться. Вот, допустим, категория Т1, Т1, Б. Значит, вот там, допустим, 14% там, а подосводят эксперт, да. Но очень немного стран, где выполняется вот это исследование дорогостоящее. Ну, в Европе там, допустим, только может быть Дания, Германия там на платной основе, в Америке само это стоит около 4 тысяч долларов такая процедура. Но, тем не менее, когда вот значит, голосовали вот об этих пациентах с гормонозависимыми опухолями, с отрицательной экспрессией от болью, то есть больные практически первой, второй стадии. Вот голосование, значит, на первом месте как бы оказалось, как и раньше, онкотаблиэкс, наиболее простой, так сказать. Ну, не самый простой, но наиболее исследованный метод. Хотя, надо сказать, что вот онкотаблиэкс, и ламампринт, и прочее, они все исследованы как как бы валидимные, то есть, они оценивались проспективных исследований, но был ретроспективный анализ, то, что уже раньше, который стал совершенно другие задачи, сравнить, допустим, дополнение гормонотерапии, сравнить гормонотерапию с химикой, и так дальше. Это был ретроспективный анализ, только в онкотайп ДЭКС поведен проспективный анализ, касающийся больных без метастазов в импоузлах. Вот, и до сих пор нет публикации, значит, а что же произошло, если отказаться? А вот наоборот, если есть метастазы, то надо ли всем больным, как вот сейчас, проводить химиотерапию и отказаться? Но опять ориентировка только вот на эти тесты. Но пока не опубликован ни один из них, хотя экспорты поддерживают результаты. Вот, поэтому здесь как бы мы дожидаемся публикации вот этих исследований, в которых будет показано, какая группа пациентов с наличием региональных метастазов, гормонозависимых, конечно, не нуждается в химиотерапии и может быть ограничена мягкой, легкой гормонотерапией. Ну и вот снова возвращаясь уже к более, так сказать, простой классификации, поскольку других дешевых классификаций нет, то есть иммуногистохимия, здесь четко показано, кому, и это, в общем, облегчает работу практического реча, кому следует проводить химиотерапию, вот это левый столбец да, вот эти все признаки, степень заказченности и так дальше, вот, и кому не следует проводить, вот эти признаки благоприятные, вот, с точки зрения иммуногистохимии и анатомических особенностей, вот это продолжение вот этой же таблицы, и мы видим, что, ну понятно, значит, это, так сказать, в реальной жизни это понятно и это удобно, ну до тех пор, пока не будет возможности реальной проводить и принимать во внимание все молекулярно-генетические тесты, вот эти классификации. Значит, переходим, вот, начато было одевантное и неодевантное лечение больных юминальными гормонозависимыми опухолями. Ну, это проблема, но она все-таки решается так, вот, результаты стали лучше, а вот трижды негативный рак. Как говорится, хуже не придумаешь. Не так часто, но протекает совершенно агрессивно, даже и при начальной стадии. Ну, только вот при категории Т1А, то есть опухоль 5 мм меньше, не рекомендуется никакого лечения системно, но они так хорошо протекают. А вот дальше, начиная, там, уже с категории, там, уже не говоря второй-третьей стадии, вообще многие эксперты предлагают, что если опухоль пальпируется, превышает, там, один-два сантиметра, вообще начинается неодевантовое лечение, чтобы понять, к чему они, в принципе, чувствительны. Вот, ну, здесь, естественно, общая рекомендация, это использование антрациклинов и токсанов, и очень, как бы, при наличии мутации, значит, рассматривается вопрос применения платины и антрациклинов, но четко вот такого вот согласованного решения не было принято. Вот, например, вот пример голосования, зачитаем, да, при второй-третьей стадии утверждения негативного рака должен ли режим химиотерапии сочетать токсаны с антрациклинов 94% поддерживают. Вот, а следующий вопрос, а, значит, должны ли эти препараты с трижды негативным, значит, получать платину? Ну, вот, видите, уже, так, как бы, эксперты, так, 86% считать необязательно. Хотя, следующее голосование, вот, показывает, что почти половина, особенно в нее одевантных режимах, ну, и при наличии мутации, значит, как бы, все-таки поддерживают. Ну, то есть, нет четко устоявшегося такого мнения, как поступить в такой ситуации. Ну, и здесь переходим мы уже к хердопозитивному, тоже сложная группа. До недавнего времени это считалось трижды негативный рак, и хердопозитивный, это вот каждый 15-20% худший, так сказать, вариант клиники. Так вот, значит, вот, значит, как бы, какое решение принято было в Сангалине. Если это опухоль отнесена к категории Т1А, 5 мм больше, вообще никакой системной терапии не надо проводить, даже при наличии экспрессии 2. Если это опухоль, кстати, я вот, значит, очень кратко говорю в этот раздел, поскольку во второй половине, после, так сказать, для обеда будет специальный мой доклад, лекция, касающийся вот этих опухолей и подкуда. Так вот, если уже опухоль превышает 5 мм, но не превышает 1 см, уже назначается герцептин, тростозомат, вместе с патлитоксоном в течение одного года. Это стандарт. Дальше, ну, а если еще чуть больше, то вообще лучше начинать с диван-петерапией. И при этом, значит, оценивается, что здесь, как это уже теперь вошло в стандарт нашего лечения, в желательное сочетание химиотерапии, включающей антроциклины и токсаны, двойной блокады, оценивается, а в то время, когда вот это было голосование в марте месяца, еще не была опубликована работа исследования о хините, о двойной блокаде. с использованием пертозомаба и тростозомаба. Сейчас, как бы, мы уже имеем результаты, и во второй половине дня я вам об этом скажу. Значит, тогда по этому эксперту, так сказать, не дали определенного заключения, там, типа, допустимо, но не было определенной рекомендации. А в случаях коэкспрессии, когда экспрессируется ГИН-2 и, как бы, гормонозависимые опухоли, здесь лечение, вот здесь указано в этой гумоле, здесь сначала проводится химиотерапия вместе с таргетной терапией, а потом уже на втором плане длительная гормонотерапия до 5 лет. Согласно, как бы, менопаузального статуса. Но в то же время в группах, которые получали тростозомаб в течение года по стандарту, нейротонеп значительно повышал эффективность лечения, увеличивая выживаемость. Ну, я вам сказал, что потом я уже подробно расскажу. И вот при голосовании эксперт, 88% поддержали именно вот такую комбинацию тростозомаб и перстозомаб в неодиуантном лечении. И в качестве одиуантного лечения предлагается применение тростозомаба. Но после публикации Фините всегда задается вопрос, а почему нужно переходить на один препарат, если эффект его доказан? Почему не продолжать ту же комбинацию? Допустим, без химитра и петальфия. Ну и заключение два вывода. Во-первых, благодаря успехам в сухеральной диагностике явно наблюдается деоскалация, то есть уменьшение объема операций лечевой терапии. В то же время при опухолях трижды негативных, хердопозитивных и многих формах лиминального рака все еще сохраняются черты эскалации необходимости более агрессивных подходов, которые должны улучшать результат лечения. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Федорович. Будут ли какие-то вопросы? Пожалуйста. Спасибо. 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 .